МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгорий Иванович, университет рабочих корреспондентов. Когда мы анализируем ситуацию, обосновываем, определяем генеральное направление нашей деятельности, наближающую перспективу, я всегда себе задаю вопрос, сразу же автоматом, а что мы должны сделать с точки зрения того, чтобы реализовать эту нашу правильную линию. Сегодня это повторяю, торгоза сокращения до 6 часов рабочего дня с сохранением заработной платы. И вопросы простые встают. Ну, прежде всего, понятно, где это должно делаться? На заводах. Так, поэтому я, во-первых, хочу поспорить с высказанными здесь людей, что в России нет объективных условий. Несмотря на все попытки местных капиталистов, так называемых предпринимателей, наши буржавные власти развалить нашу экономику, пока у них это, слава богу, не получается. Поэтому, как ни крути, вот любую статистику возьми, и самую маленькую, уж 20-25 миллионов рабочих в России есть, а в промышленности 10-11 миллионов. Я напомню, что перед революцией 17-го года в России было 4 миллиона фабрично-заводских рабочих. И этого достаточно. Казалось, чтобы совершить революцию в отсталой христианской стране. Это я молчу, да еще 100 миллионов мелких буржав. То есть объективные условия есть. У нас проблемы в другом. В другом, что большой разрыв между, скажем, нашими возможностями и теми 20-ю миллионами рабочих, куда мы должны нести научное, так сказать, сознание. Поэтому хочу поделиться своими мыслями. Значит, вот, берем медузан. Значит, что должны делать рабочие? Ну, прежде всего, рабочие, работники. Вот они это должны требования сформировать. Организовать значительную часть коллектива. То есть организовать коллективные действия. Требования выдвинуть. То есть, понятное дело, на блюдечке с голубой каемочкой буржуазии не даст им. Надо провести не только коллективные действия, забастовочные действия. Значит, должны быть созданы забастовочные комиссии. Какие работники заводов, рабочие, прежде всего, могут это сделать? Ну, те, кто, первое, понимает и осознает эти действия, и, второе, кто участвует и организует эту сознательную борьбу. То есть, кто это такие? Вот если мы откроем устав нашей партии, а я взял за правило, за день досьеда, освежая память чтением программы нашей партии и устава, это члены партии. Добавь сюда уплаты членских вносов, а лучше члены партии. То есть, получается, очень простой вывод. О нем мы периодически говорим, но я хочу акцентировать внимание. То есть, если не будет членов партии, хотя бы одного, но лучше, конечно, группа, нам эту задачу не решить. Поэтому отсюда получается. Значит, как нам из этих рабочих... А среди 20 миллионов я убежден. Всегда есть люди неравнодушные, которые задают вопросы и ищут ответы, тяготеют к марксизму. Вот как нам вот их вытащить, связаться с ними, да, снести вот это сознание. Поэтому перехожу к практическому опросу, который здесь, как говорят, товарищи поднимал. Не кто ждали? Хочу тоже высказать свое положение. У нас сложилась определенная система вот этого идеологической работы. Ну, не буду перечислять. Это наше учебное заведение, так, наши сайты, газеты. Величайшее достижение цивилизации интернет, которое позволяет нам в любую точку страны и вообще мира зайти. И, как говорится, нельзя это вытаскивать на учебу. Можно, так сказать, это удаленно сделать. Что получается? Хочу, скажем так, чтобы меня поняли, что я пессимист, что у нас сложилась система, везде есть ответственные товарищи. Неправильно сказать, что висит все на волоске, но, скажем так, все держится на незаменимых людях. Вот что-то случится с кем-то на любом участке, у нас будут большие проблемы. То есть у нас, получается, нужно, конечно, партия, с этой точки зрения. Я бы хотел построить и с Александром Владимировичем, но не вижу никаких препятствий для того, чтобы в силу каких-то обстоятельств у нас пойдут одни интеллигенты. Ведь кто такой интеллигент, член рабочей партии России? Это интеллигент, который стоит на позициях рабочего класса и вносит, выполняет свою функцию, вносит в этот рабочий класс научное сознание. Ну и, в общем, у нас эта работа непочатый край. Александр Сеевич правильно сказал, вот когда миллионы начнутся, тогда можно говорить о большой политике. А так мы пока в становлении движемся. Это Ленин говорит. На выпуске, да? Я же не напомнил. Да, вот тот тоже умный человек. Опять-таки, значит, не поймите меня в связи с пессимизмом. Вот меня очень радует, если посмотреть где-то там 20 лет, вот у нас очень многие годы вот так вот все, снижение численности и объемов, и количество газет и прочее, прочее. А вот последний год потом у нас установилось где-то так вот, мы на таком уровне, а сейчас рывок. Я убежден, только благодаря деятельности всей нашей системы идеологической, теоретической работы, мы получили такую ответную реакцию. То есть мы смогли через все эти наши газеты, учебные заведения, сайты, притянуть неравнодушных людей. И вот эти рабочие, которые уже работают на своих предприятиях, уже будут проводить сознательно эту работу. Я хочу согласиться и поддержать идею Кирилла Валерьевича. Еще какая проблема? Ну вот, есть у нас там доценты, профессора, прекрасно знают Максим, прекрасный статипиш, но они юридические. Я соглашусь и с Александром Владимировичем, что нужны, может, небольшие заметки, доходчивые, популярные. Но кто может это дать? Только рабочие. Поэтому я обращаюсь к 18 нашим рабочим мобилизоваться и писать заметки. Потому что без этих заметок газеты не будет. Это будет сборник таких правильных научных статей. Газета, она должна живая, она реагировать на то, что внизу на местах. Ну и в заключение, в заключение, вот этот год вселил на меня оптимизм. Но я старался сдерживать свое, так сказать, высказывание, понимая, что были у нас такие группы плакальщиков, все плохо. Я, так сказать, молчал, но в душе где-то мне задавал вопрос, ну когда, когда? Вот, наконец, процесс начался. Я хочу вот на этой оптимистичной ноте призывать вас мобилизоваться. Проблема основная, вы правильно сказали, проблема во времени, но еще проблема себя собрать. Вот на этом хочу закончить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.